Следующий гость на моем канале Маркет Пермь 24 это Максим Барчин. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Максим является создателем и организатором сообщества «Свободное пермское творчество». Да, все так. Ну вот, вы у меня сегодня уже четвертый гость и постоянно приходят рассказывать о своих площадках, своих сообществах. Чем ваше отличается сообщество, или чем-то оно уникально, или все очень так решили, собрались, организовали? Ну, сначала расскажу, с чего это все началось. Началось это просто желание слушать музыку. Я сам 7 лет учился в музыкальной школе. В какой музыкальной школе учились? В 82-й школе, это на юбилейном, она была раньше с глубоким изучением предметов художественно-эстетического цикла, потом сейчас у нее сменилась направленность, ну, не суть. Но мне это жутко не нравилось, поэтому... Так. Вот. Но музыку я слушать люблю. Поэтому вместо того, чтобы играть самому, я... Решили организовать такое пространство. Да, я ищу музыкантов, ищу творческих людей, окружаю себя ими, вот, собираю все в одном месте, ищу им площадки, ну, примерно вот такая вот идея. Ну, я посмотрела, вы там и не только музыку слушаете, то есть у вас акция, да, посвященная 14 февраля отнес до Валентина, вы собираетесь сдать кровь, стать донорами. А это как вписывается в вашу концепцию? Ну, кроме того, что мы любим отдыхать, мы считаем, что... Ну, у меня много людей было, которые помогали мне создавать это сообщество. Это... Это Саша Айсберг, это Кристина Кац, фотограф у нас нынешний. Еще множество людей, на самом деле, за этим проектом стоит. Всех перечислять, конечно, не буду. Вот. Ну, и кроме того, что отдыхать нравится нам, мы считаем, что и добрые дела тоже их надо делать, чтобы держать марку, так сказать. Поэтому... Вы не хотите создать какой-то такой статус? Нет, не то, чтобы создать статус, мы хотим показать, что мы не только можем петь в барах, отдыхать, красиво расслабляться, но и мы даем на подвиги. Я считаю, что каждый донор, сдающий кровь, это герой. Я сам... Охота быть героем. Конечно же, конечно же. Не только для себя, но и для общества быть полезным. Это приятно. Вы знаете, посмотрела, значит, такая площадка у вас, комната, все сидят там на полу, такое свободное некое пространство. Для меня немножко, ну, как бы непонятно, да? То есть люди пришли просто вот... Дваться некуда и послушать музыку, кто что поет? Или все-таки какая-то тематика у вас? Вот немножко... Максим не понимает этого, расскажите. Ну, я думаю, что тут ответить очень просто. То есть вообще откуда пошли так называемые квартирники? То есть это с Советского Союза, когда рок-музыка была под запретом. То есть творчество, как таковое, воспринималось только в классическом исполнении. Люди собирались на квартирах, именно на кухнях, играли антисоветские песни. Взят, все, поняла, тогда. То есть за основу взят этот формат, да. Сейчас он несколько видоизменен. Люди привыкают называть квартирниками, на самом деле, что попало, и очень сильно отходят от темы. То есть они собираются в барах, где направление именно то, что выпить, отдохнуть, и все, да? Да, чтобы где-то там что-то фоном, музыка отходит на второй план. Мы же стараемся собираться в таких заведениях, как тайм-кафе, то есть какие-то определенные студии, чтобы не было вот этих рамок бара, чтобы мы могли... А как сами-то вот оказались? Вы, это у вас, раз это сообщество, вы зарабатываете деньги, да, то есть вы продвигаете, это работа у вас? Нет, я по профессии вообще инженер. Так. Тружусь в компании Доблестный ООО Автоград. Мы ремонтируем АЗС Лукойл Газпром по Пермскому краю. Ну, то есть это такой вот порыв, такой вот просто организация. Да, это мое хобби. Впрочем, это ваша будущая профессия, называется арт-директор. Ну, в общем-то, да. Арт-промоутер. У нас приходят гости, которые именно этими занимаются. Ну, и продюсер, это тоже, как говорится, да. Приводят и выступающих, и посетителей в разные заведения, да, там, кофейни, кафе и так далее. Вполне себе хорошая профессия творческая, да? Может, в это вырастет потом? Ну... Скучно будет инженером работать? Все возможно. Пока что я не вижу себя на этом поприще, поэтому у меня инженерное дело. Все-таки я этому и учился, и работаю. Более того, мне это нравится. Поэтому я совмещаю и... Пока что удачно совмещаю. И у меня... Получается совмещать. Да, пока что у меня все удачно... Вот я посмотрела. Смотрите, у вас участвуют в программах, ну, вот в ваших квартирниках, да? Да, это есть звукозаписи сквозь время, да? Голос ветров, это группа, я поняла, правильно? Да, да. Это такая есть группа, да? Вот, то есть приходят ребята, которые сами сочиняют, сами исполняют, да? И вот эта вот аудитория их слушает. Это все? А группы бесплатно поют? А им тоже на что-то жить? Или собираете им шляпу? Расскажу, расскажу, расскажу. Музыканты у нас как бесплатно выступают, так и платно. То есть если мы понимаем, что это коллектив сложившийся, состоявшийся, то есть... Уже с репутацией какой-то, да? С репутацией, на которых приходят люди, то есть которые собирают свою собственную аудиторию, да, конечно же мы им платим. Но вообще изначально была идея, что платить вообще всем. То есть так или иначе, хоть какой-то копеечкой, но... Ну так же потратил время, согласитесь, да? То есть пришел, ну это тоже его труд. Да, конечно, поэтому мы стараемся. Не всегда получается, я не буду кривить душой, говорить, что я там всем плачу как организатор. Вот, ну мы также проводим бесплатные мероприятия. То есть мы, по-моему, два года назад проводили мероприятие в поддержку одной девушки с ребенком, что-то, я уже сейчас не припомню, что с ребенком, вот, но в поддержку, то есть проводили концерт, собирали деньги. То есть абсолютно на добровольных началах, то есть приходили музыкальные коллективы и вступали. Вот как вы этих людей собираете? Или это все студенты? Далеко не все. Наверное, не все, не все, далеко не все. Ну то есть молодежь по интересам, да, собирается у вас? Вот если говорить про конкретно музыкантов, то музыканты вообще из всех слоев. То есть есть зрелые люди-музыканты, есть музыканты-молодые. Соответственно, уровень исполнения зависит от этого. Если мы берем слушателей, то это может прийти вообще абсолютно любой. Я был удивлен иногда видеть людей абсолютно, грубо говоря, неподобающих обстановке. Девушки в платьях и на каблуках, которые сидят на ковре и которые подпевают вместе со всеми песни общеизвестные, будь то каверы каких-то отечественных или зарубежных рок-исполнителей, либо это будут наши пермские исполнители или исполнители из ближайших городов. Максим, а лично вам вот это зачем надо? Ну, я, наверное, с этого начал, что мне просто нравится музыка. Мне нравится... Ну, нравится музыка, ходили бы на концерты и все. Нет, Лена, ему нравится, видите, что создавать... Это тоже диджей. У нас до этого был диджей сегодня в эфире. То есть создавать некое пространство. Диджей сдает пространство, арт-пространство вокруг себя. Скажите, а хозяева квартиры не против, что там люди приходят, пол топчут? Мы вот конкретно в квартирах... Лично я, я сейчас познакомился с одной девушкой, молодой организатор, Екатерина. Она делала в квартирах, но у нее было небольшое количество людей, то есть там буквально... Сколько может квартир? Ну, 20, может, 30 человек. То есть небольшое количество. То есть у нас последний квартирник 100 человек был. Я тогда, Максим, поняла, кто у меня собирается на девятом этаже, потому что каждую пятницу и субботу у нас поют под гитару, там такой гам стоит, вот они квартирники оказываются. Присоединяйтесь, это всегда интересно, это всегда атмосферно и всегда здорово. Я терпела, терпела, но честно сходила однажды, сказала, ребят, говорю, я преклоняюсь перед вами, вы поете замечательно, но давай как-то соблюдать все-таки режим. Нет, мы абсолютно культурно, то есть мы большинство своих мероприятий, это, наверное, 90% проводили именно в тайм-кафе, ну, в такой формат заведений, где никому абсолютно не мешали, то есть мы туда завозили аппаратуру, перевозили музыкальную группу. По-моему, у нас Макс же тоже вот в этом же тайм-кафе говорил. Но одно время это было очень модно в Перми, сейчас как-то поменьше стало, да, где платишь за пребывание в минутах. А, то есть я получу просто за вход и там вот выбираю любую площадку, куда мне интересно. Да, то есть там стальные игры, компьютерные игры, приставки, примерно так. А сколько лет вам, Максим? Мне 26. 26 лет, да. И вот, ну, вот такое увлечение, да, то есть вы не женаты? Нет, не женаты. Вот, я говорю, что были бы женаты, наверное, времени бы не было на это. Нет, была бы такая же жена Ротыша, понимаешь? Ну, я не считаю, что я похож шибко на Рокера. Нет, ну, была бы жена соответствующая такая, да. Нет, а все-таки интересно, во что это хобби может вылиться? Давайте Ленна помечтаем за нашего гостя. Ну, вот арт-директор, это точно спокойно уже, да, то есть сейчас наберется опыта и так далее. А что еще? Ну, это на самом деле организатор... Может быть, свой лейбл музыкальный? Организатор вот таких мероприятий, да, привозить сюда, скажем, каких-то вот, ну, групп, те же музыкантов. Вообще, организатор, я просто по себе это знаю, несколько лет была организатором больших мероприятий для юбилея. Вот, и это на самом деле это огромный труд, ну, это очень интересно. Согласитесь, Максим, что когда какая-то вот ситуация такая нестандартная, когда все в панике, что-то кричат, и буквально вот-вот сейчас начнется действие, тебе надо срочно решить. Бывает ведь такое? Абсолютно. Вот, то есть тут ты собираешься и принимаешь какое-то вот решение, вот сам принимаешь, сказал так, стоять, всем пойти туда, это делать, это делать. Бывает ведь такое? Абсолютно. Получается? Конечно. Вот. По-другому и быть не может. Все вас слушают, то есть это на самом деле это своего рода профессия, которая никому не... Ну, название еще свободное пермское творчество, а бывает несвободное творчество, вот. А, ну да. Конечно, конечно, бывает несвободное. На этом противоречии что можно найти по концепции? Я не знаю, буду, наверное, несправедлив к определенным исполнителям, музыкантам. Да, есть несвободное творчество, это те люди, которые в молодости занимались всем чем угодно, были готовы за любую движуху, но с возрастом закостенели и начали, наверное, более ценить свое время, разбежались по семьям, по работам, у которых... В общем, как говорится, погрязли в бытовухе. Да, 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 вот и к которым приходишь, к которым говоришь, ребята, ну почему бы не сделать что-нибудь совместное, и они ставят определенные границы, ну, то есть выкатывают райдер, то есть ценник определенный, вот. И ты понимаешь, что в Перми, допустим, ну, лично я не могу найти для них площадку, вот. И все это у них идет с такой натугой, что ты понимаешь, что вот они уже творят несвободно, то есть они к этому не готовы уже. И видите, вот между свободным и несвободным творчеством, по-английски, Лена, как будет слово свободный? Freedom. Free. Free. Свободный, прилагательно. И оно же означает бесплатный, понимаете, пока люди готовы бесплатно выступать, они свободны, а потом они уже несвободны. Ну, не согласен, то есть в любом случае время должно цениться, да, но если, грубо говоря, человек отошел от дела, его еще помнят, его еще ценят, но выставляет ценник несогласно своим, грубо говоря, своим возможностям. Нет, они определенно талантливы, все люди определенно талантливы. Это приятно слышать от вас. Многие еще определенно трудятся, там был Никита, мальчик, вот он как, я не знаю, как, не знаю, локомотив, вот он знает, что он делает нехорошо, но он прет и улучшается, и это приятно смотреть, это приятно видеть. Вообще вопрос философский, да, а сколько стоит мое творчество, сколько готовы мне заплатить, да, или мне им приплатить за то, что я еще им пою, понимаешь? Ну, этот вопрос, я думаю, что всегда Максим стоит, так ли? Это есть такой анекдот, по-моему, среди музыкантов, не анекдот, присказка, наверное, это когда ты в машину за миллион грузишь оборудование за 2 миллиона вместе с музыкантами, с музыкальной аппаратурой, инструментами за 2 миллиона, вот, едешь другой год там за 500 километров, чтобы выступить за 20 тысяч, примерно так. Понятно. Ну, это что касаемо вот молодых музыкантов. Да, ну, в общем-то, каждый человек имеет право, в общем, оценивать себя сам. Конечно. Есть на это спрос и нет, это уже другой вопрос, так ведь? Да. То есть, если аудитория соберется, значит, замечательно. Если нет, ну, вот, значит, парень немножечко там завысил свои... Тогда и нужен Палантливар-директор. Да, тогда и вот нужен как раз и оценивающий вот все эти грани. Потому что аудиторию-то он, не только он ее собирает, он ее образовывает, да, создает все там. Да, создает некое пространство и вообще задает такую, ну, некое такое, скажем, направление все равно. Ну, что вы будете слушать, это я решу. Ну, что касаемо мероприятий, да, то есть мы стараемся и стараемся делать так, чтобы молодые музыканты были на одной сцене с опытными. Да, конечно же. Это же, Максим, тогда надо ведь знать вот этих музыкантов, то есть как-то это все... Ну, это определенная тусовка, то есть если когда кто-то появляется, допустим, он играет, ну, как вообще по классике получается, появляется музыкальная группа молодая, она пока все бары кругом не обойдет, грубо говоря, что-то там не сработает. Все ясно, Максим. Ну, что ж, желаю вам удачи, вообще быть организатором, услышать вас еще не один раз. Спасибо. Вам спасибо, что вы пришли. Я заканчиваю свой эфирный день, но наш эфир продолжается. И хочу высказать слова благодарности салону красивой Патера Дели. Спасибо большим партнерам. Удачи вам.